Утро Геннадия Набоки на комсомольском газовом промысле начинается с планерки. Здесь определяется фронт работ, который необходимо выполнить за день. Оборудование где-то вышло из строя, надо починить. Ну, всякое бывает. Где-то трубопровод. Ну, с этого начинается работа. Для начала нужно обточить отвод на 108-ю трубу, по которой потом пойдет газ. Основная же обязанность Геннадия Набоки – ремонт технологических установок. В далеком 92-м году у Геннадия была совершенно другая специальность и другое место работы. Я немножко поработал газолитросварщиком в городе Ноябрьске. Потом узнал, что, ну, такой вроде как промысел, завод будет строиться, комсомольский газовый. Приехал в город, ну, тогда был поселок Губкинский. Приехал в поселок Губкинский, устроился на работу. Ну, сварщика мне-то не взяли, не было вакансии. Зато взяли слесарем ЭВР. Правда, потом эта служба была ликвидирована, и Геннадия перевели в механоремонтную, где он работает вот уже 20 лет. По словам героя нашего сюжета, за это время на комсомолке произошло много памятных событий. Но самое яркое – пуск промысла. Как промысел строился, быстрыми масштабами. Когда пускался в промысел, когда в 90-м году, тоже вроде как запомнилось. Илья приезжала туда с ОРТ, снимали, как факел зажигали. Ну, первый газ, когда пошел. Геннадий Набока – ветеран комсомольского газового промысла. Но работа – это не единственное, что связывает его с этим подразделением. Очень дружный, веселый коллектив у нас на комсомольском газовом промысле. За 20 лет у меня сложилось очень хорошее впечатление. А у коллег сложилось хорошее впечатление о Геннадии. Они отмечают его высокую квалификацию и добросовестность в работе. В работу, которая ему дается, всегда делается, исполняется без каких-либо вопросов к нему, потом по следующему, качественно. Отработав восьмичасовую смену, Геннадий возвращается домой, где его ждут супруга и дети, самые близкие, дорогие и родные люди. Анна Донска, Алексей Магин. Новости Губкинского.